Добрый вечер, глядите в этом выпуске. Податковые инспекторы Гомельской области заняли три призовые места на конкурсе профессийного майстерства. В погонях со стральбой достойная голливудского детектива разгорнулась в Ветховском районе. Белорусские артисты дадут у Гомеля доброчинный концерт у патрымку Киры Куруленка. Циклон ГИСИ 2 листопада принесе у Беларусь пагаршение на дворье. Зараз об этом меньшем больше подробязно. Сегодня у Беларуси уступил усилу шарих изменений. У приватности с 1 листопада денежная новый помер бюджету прожиточного минимума. И он снизился, теперь складая 174 рублей 52 копейки. Для процесса дольного населенства крыху больше за 193 рублей, для пенсионеров и студентов – 134 и 170 рублей отповедно. Гэта тлумачать с тем, что упали цены на огородненную садовину подчас ее массовой нарыхтовки. Одночасово изменился и помер минимальных споживецких бюджетов. С 1 листопада гэта выплаты выросли у середням на 6 рублей. Для процесса дольного населенства тепераны и складая цемальь 375 рублей, для студентов – каля 280. Гэта померы будут идейничать до 31 студене наступного года. Яширно изменение листопада – повышение померу допомог по догляду дитятя во взросле до 3 годов. Выплата на первое дитя теперь складая каля 260 рублей, допомога на другое и наступных дятей – амаль 300. На дитя инвалиды каля 334 рублёв. Гэта помер выплат будет идейничать до 1 лютого 2017 года. Молодые податковые инспекторы Гомельской области знову подтвердили свой высокий профессийный узровень. С четырех представников региона на республиканском конкурсе профессийного майстерства трое стали переможцами и призерами. На працонных местах зиме сустреляся наши корреспонденты. Самая высокая ознагорода на этот раз у Вольги Пинчук с инспекцией по податках и сборах по чехуночным районе Гомеля. Диплом первой ступени. У номинации «Лепший державный податковый инспектор по работе с физичными особами». Кажет, что эту работу выбрала свя дома после закончения юридичного факультета ГДУ имя Франциска Скарыны. Правда, как трапить на працу у инспекцию, молодому специалисту пришлось пройти достаточно жесткий отбор. Зараз девчина отрымливает другую высшую аддукацию, на этот раз экономичную. Але навод с такой подрыхтокой перемогчина конкурсе оказался непросто. Конкуренция значная, а задание складанное. Конечно, тяжело было заняться, справиться со своим волнением, вспомнить все, что ты знаешь, найти заковырки во всех вопросах и все правильно решить и ответить. Конкурсантам пришлось опрасти два этапы. Обраща теоретичной письмовой частки, яшей конкурсный тур. Тут именно лоха в себе и своей праце, и демонстрация практичных навыков. Юлия Буракова с Ажлобинского района и Дарья Бородзина с Советского района Гомеля эти выпробования пройшли. Але до первого месяца не хотела совсем не шмат. Могчима сказалось охвелевание. Хоть звание призеров так само генеровое. Врешті это еще и сведшение наявностей в коллективах корпоративной единности. Только в этом случае можно стать справедным профессионалом. Мы справляемся, потому что у нас коллектив тут. Мы работаем все сообща. То есть у нас есть и консультационный отдел, где мы можем посоветоваться, что-то уточнить, спросить. Поэтому вопросов в принципе не возникает. Всю летние перемоги податковых инспекторов з Гомельской области на республиканском конкурсе профессийного майстерства не перше. Ростовники региона каждый год займают прозавые месы. И обовязково привозить хоть один диплом першой ступени. Мясовое керауниство работников, чы профессионализм признаны на такем узроуне, им кнется заохвачивать. На приконце месяца Вольгу Пинчук, Дарью Бардзину и Юлию Буракову будут ушановывать подчас проведения областной коллегии податковых инспекций. А про шатаго у них заявился реальный шанс профессийного росту. Во вселяким разе ранее такие приклады выключением не з'являлися. Андрей Гончаров, звание перамужцы, на республиканских споборництвах отримал у 2012-м. После чего у его профессийной карьеры отбылся значные змены. Когда я участвовал в конкурсе, я участвовал в должности старшего государственного налогового инспектора. После победы в конкурсе я был назначен на должность главного государственного налогового инспектора. И сейчас я работаю в должности заместителя начальника отдела. Олег Сюнцеров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель». Назначен новый начальник управления Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области. Им стал полковник юстиции Иван Сыса. С 1993 года, после заканчения Украинской юридичной академии, он працывал у органах прокуратуры. С липня 2013 года проходить службу у Держкомитета судовых экспертиз. Працывал наместником начальника управления Державного комитета судовых экспертиз по Могилевской области. Пагоня со стральбой достойная голливудского детектива. У Ветховским районе некольки экипажа у ДАИ намотали не один десятый километров при спробе догнать порушальника. Спынился автомобиль только после того, как супрацовники ДПС прострелили у иншамарцы два колы. Далее водитель поспробовал сбегче. Однако был затриман инспекторами ДАИ. Оказалось, Мерседесом керувал видовочный нецвярозы 40-годовый водитель. От проходжения медицинского огляду он отмовился. Мушина уже 19 разов притягывался до отказности за порушение правил дорожного руху и навык позбавлялся права у заезда у нецвярозы в выгляде. За два дни до погони он был учарговый раз затриманный супрацовниками ДАИ. Автомобиль тогда отправили на штрафстоянку. Однако мужчина выкрыл своего железного сябра. В этот раз удача не недопорушальника супрацовники ДАИ склали 6 администрационных протоколов. На Хомельшине означается невеликий уздым колькости звернувшихся у поликлиники в совязи с вирусными захворваниями у детей. Як означает медики, ситуация з'является обычной для этого перееда в году и обумовлена снижением температуры поветра. Установа хого здоровья працует в штатном режиме. Медики характеризуют ситуацию як стабильную. Выпадков захворвания на грипп сяродь детей не зафиксована. Самым действенным методом профилактики з'является вакцинация. Всего ли это для детячих поликлиник областного центра и Гомельского района закуплено омаль 50 тысяч доз вакцины. Вакцина для детей бесплатная. В городе Гомельском районе проживает порядка 97 тысяч детского населения. Бесплатная вакцина закуплена из-за расчета иммунизации где-то 40-50% детей. Ежегодно только вакцина-профилактика позволяет нам снизить количество тяжелых токсических форм гриппа и снизить общую заболеваемость порядка где-то на треть. До речи, пришепку от гриппа на Гомельшине уже зарабил каждый четвертый жихар. Все лето для иммунизации выкористовывают препараты айчинной и российской вытворчасти, а так само вакцины с Франции и Голландии. Усе пройшли обовязковый контроль якости. Зрабить пришепку на платной основе можно у любой поликлинице по месту жихарства. Каждую вакцина от 4 до 12 рублей. Процедура бесплатная для тех, кто выходит у группы «Рызыки». До инших тем. Городский поселок Октябрьский Гомельской области признаны лепшим поселком городского типа в Беларуси. Выники конкурса «Город культуры. Угод культуры» подвяли угли новым министерствам. Так само переможными в своих номинациях стали Могилеу, Новополоцк и Лида. Эти города унесли наибольший уклад в развитие сферы культуры и туризма нашей краины. При возначении лепших жюри уличвало интересные проекты, которые реализуются в городах, фестивали, разностаенность экскурсийных маршрутов. Тем временем Гомель можно поправить, лечить городом, где живут самые удачливые беларусы. По статистике проекта «По успеху при даче» гомельчане становились переможцами около 900 разов. Золодальницей буйного выигрыша встретился наш корреспондент Анна Корольчук. Мы нашли обладательницу крупного выигрыша, нашу землячку, и узнали, как ей удалось оказаться в числе счастливчиков. Вера Столеренко из деревни Пригородная Речицкого района стала владелицей белоснежного внедорожника Hyundai Creta. Такой приз ей достался в игре «Удача в придачу», организованной торговой сетью «Евроопт». У нас был такой шок, мы 10 минут в обочине стояли, отходили. После прямого эфира, после звоночка сразу же позвонила соседка. Мы еще даже не поверили. Так, отходили, она позвонила и говорит, поздравляю, ты выиграла машину. Ну и все. И понеслось. Мы начали все звонить. Мы потом приехали домой, посмотрели в отложенном просмотре. Как бы было очень интересно. Семья Столеренко уже давно собиралась заменить свой старый 30-летний автомобиль. Но о таком внедорожнике даже и не мечтали. Крупных выигрышей в лотерею никогда не было. И в этом розыгрыше участие принимали, не рассчитывая на особое везение. Евроопции все равно же продукты покупаешь. Ну, так, купишь шоколадочку и все. И то начали мы не сначала, а так попозже, не помню, наверное, с тура пятого. И как-то не зацикливались, не заморачивались. Ну так, покупали, да и все. Ну, этот 18-й тур. У нас было три года, мы взяли майский чай. За 9 месяцев проведения проекта «Удача в придачу» белорусы выиграли призы общей стоимостью более 2 миллионов долларов в эквиваленте. В Гомельскую область отправилось порядка 2600 призов. Из них 9 автомобилей. Первое место в регионе по количеству побед занимает Гомель. За ним Жлобин и Речица. Очередной 19-й тур продлится до 4 ноября. Поэтому еще можно успеть поучаствовать. Чтобы принять участие в игре, нужно совершить покупку в одном из магазинов Евроопт на сумму от 10 рублей, включая товар удачи. Также необходимо иметь дисконтную карту Е+. И один раз пройти регистрацию на сайте игры «Удача в придачу». При оплате покупок на вашу карту будет начислено по одному игровому коду за каждые 10 рублей в чеке, исключая табачные алкогольные изделия. Уже 5 ноября состоится очередной розыгрыш, где будет разыграно 4 новых внедорожника «Кия» и более 1000 крупных денежных призов. Анна Корольчук, Максим Славин, Игорь Морищенко, телерадиокомпания «Гомель». Кали музыка може выратовать життё. Белорусские артысты дадуть у «Гомеля» доброчинный концерт. Отрыманные гроши пойдут на лечение троходовой Киры Куруленка. Четыре месяца тому урачи, девчонцы с Будакашалёва, поставили диагноз нейробластома. Хвороба уже на четвертой стады. Необходная операция и иммунотерапия. Одна из израильских клиник готова принять маленькую пациентку. Одна кошт лечения – 250 тысяч долларов. На даденый момент собрана только четвертая частка этой суммы. По удельничать у лёси дитяте можете и вы. Концерт отбудется 9 листопада у областным громадско-культурным центры. Яху проведение стало махчымым, дякуюши активистам волонтерского руху БРСМ «Доброе сердце». Билеты можно приобрести в кассах Дворца культуры «Белецкий», а также в кассах ГЦК. Билет стоит 7 рублей. Примут участие звезды белорусской эстрады, заслуженный ансамбль «Песняры», группы «Цвет алоэ», «Провокация». А также заслуженные певицы – это Наталья Тамэла, Ольга Колесникова, Надежда Мясякова. До помощи киры можно уже сёння. Дадзі на обрахунку, на які можна ахвероваць грошы, зараз позначены на ваших телеэкранах. А крамя таго, можна перелишыць сродки, поповнішы рахунак мабільнага тэлефона 8 033 902 22 66. Прасадшыць, як меняўся город Гомель на працягу 100 годзе, можна по фотографіях. У ГДУ имя Франциска Скарын открылася выстава «Гомель 1917-2017». Экспозиція презентавана у рамках свято-покровскіх аддукаційных чытанняў. Выстава організавана сумесно отделам релігійной аддукації і катехізації Гомельской епархії, редакція часописа «Срецінія» і фотоклуба «Святло души». Основну задачу створальники башыць у тым, каб з допамогай мастацкай фотографі обуджать ў людських душах почуттё прыгожага напавнять серце святлом добра і духовной прыгожості. На фотосдымках можна просашыць, як менялася облича города над сожам, стягам часу. Параўнаць, як выглядаля, ягод ты, ті інші архітектурны аб'єкты ў межак 20, 40 і навад 100 гадоў. Сёня ў Гомеля падвялі вынікі спартувна масавага мерапрыємства «Кольца Сяброуста». У ім узялі ў дзіл коліктывы городскіх і сельскіх установ да школьной аддукації, які спрашаліся ў організація работы па укараненній олимпійськага руху. Традыцца правядзення малых олимпійських гульня ўзявілася ў Гомельскай гімназію нумар 51. Пазні ідею падтрымалі інші ўстановы аддукації, ў тым лікуді і дошкольныя. Сутність правядзення гульняў – залучэння дзяцей і їх батькоў да здарова галаду життя, прапаганда ідеалуў олимпійськага руху. У заключным этапі агляду конкурсу ў рамках мерапрыємства «Кольца Сяброуства» пранялі ў дзіл 45 ўстанов да школьной аддукації. Укараненні олимпійськай аддукаціў ў дзяцявшых садках оценивалася па некальких критеріях. Их вынікі дали подставу вызначыць пераможців і празёров. Перша місце сарот гарадзких дошкольных ўстанов занял коллектив Центра развіця дзяті «Проміншек». Сарот сельських – дзятчы сад Ахра-городка «Красная» гомельського района. У якості ў знагороды празёры отрымалі спартунный інвентар. Победа нам далась, наверное, не очень сложно, так как работа по здоров'ю в сбережению и работа в развитии физкультурного движения в учреждении ведётся постоянно. Нужно було только всё собрать, скомпоновать, подключить творческую групу педагогов, детей, родителей. Когда мы работаем совместно, учреждения дошкольного образования, родительская общественность, то хорошие результаты всегда. Я убеждён, что это даст хорошие плоды и в школьном образовании. Нужно воспитывать культ здорового образа жизни, быть активным в этом направлении и популяризировать здоровье, хорошее отношение к себе, к обществу в целом и к государству. Юные борцы з Беларуси, Росії и Украины приняли у делу 26-м международным турніром по самбо Нового года 2016. Усягодна с поборництвы проехало больше 150 спортсменов 2003-2004 годов на Раджене. А кроме баталий на диванах, турнир запомнился яшей и важной падеей для усяго беларуского спорту подробязностью Максима Савина. Выхованец Дюшар Гомельского района, урадженец новой гуты, майстер спорту международного класса по самбо Яуген Сёмочкин завершил карьеру. Ушановались спортсмены подчас церемонии открытия с поборництвом. У першиню Яуген вышел на борцовский дивану 6 годов. Такие люди, такие спортсмены рождаются нечасто и воспитывать таких ребят, находить их крайне сложно. Не бывает так, чтобы просто из рядовых человек без воли, без характера проявил себя на больших спортивных аренах. Поэтому характер действительно, закалка характера и команда, которой он воспитывался спортивно, именно вот ребята, плеяда это, они все бойцы. Карьера Яугена Сёмочкина, как спортсмена, протягивалась омаль три десятки годов. Он оборонял гонор Беларуси на самых престижных стартах. Над запашенным опытом Сёмочкин готовы делиться с молодым поколением, не выключая подшатку тренерской карьеры. Вакуль же протягивает службу в родах Министерства по надзвучайных ситуациях. У коллекции спортсмена медали розных вартостей у Зайва Иваны на першинствах и чемпионатах Европы, этапах Кубка Свету. Не глядяши на Россы Пузнагород, Йовген Сёмочкин каже, у всех поставленных метал досягнуть не удалось. Не все смог достичь, чего хотел. Всегда к этому стремился, но так, как получается, это спорт. Где-то мы выиграем, где-то проиграем. В недавний год шанс у предприемства Гомель-Шпалера взяло свое особливое шефство над детяшим самбо в Гомельском районе. В основе этого года отбылся первый международный турнир у организации, якого примало промоудел ГТ-предприемства. Новый год от 2016 так само проводился на прызы Гомель-Шпалеров. У Сягона турнир приехало больше, как 150 спортсменов. Кроме Гомеля и Гомельского района, Беларусь представляли Минск и Бобруйск, Украину, Чарнигов, Россию, Москва, Клинцы и Новозыпков. Страсти на диванах кипели не жартовные. Для многих спортсменов этот старт был дебютным. А проигровать у первой же турнирной схватцы не хочется. Так что перемоги доставались с тяжкостью. Все узнагороды были заслуженными. Максим Савин, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель». На Беларуси дед шарговый циклон. Завтра район пронесе моцные опадки и шквалистый ветер. По информации областного гидромедцентра, на ближайшие сутки у Гомельской области объявлены оранжевый узровень небеспеки. Чакается моцные опадки снег, мокрый снег, який будет переходить в дождь. Могчимы на лепанне мокрого снегу на дорогах гололедится. У особных районах прогнозуется узмацнение ветру с парывами до 15-18 метров за секунду. Температура по ветру ночи складе от нуля до минус 5, по заходе до двух тепла. У день буде от нуля до плюс 5, по заходе отшакается до плюс 7. Тяжелта инспекция закликает усих удельников дорожного руху проявлять максимальную важливость и осторожность. На этом выпуск завершенный. У студии працаваў Явген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!